Здарова, народ! С вами Хамилькар Барка и Рим 2 продолжается у нас на канале. Сегодня посмотрим бой, скупка наций по 2 Риму, бой между Хамилькарой и Баркой, действующим победителем этого турнира. Против него будет играть Манго. Фракции Куш против... Это же Куш? Это же Куш, да, по-моему, или нет? Да, Куш. Куш против Иллирии. За Иллирию играет Манго, за Куш играет, как я сказал, Хамилькар Барка. Что можно сказать по фракции? Я не знаю. На самом деле, когда Куш вошел в активную мету, когда он появился, когда им стали активно играть... Не знаю, можно так говорить или нет, но я уже не играл, так что я... Хер его знает, в чем сила Куша. Насколько он силен, против кого он силен и так далее. Что можно сказать по Ордем? Это такая ярко выраженная пехотная фракция. С отличными гаплитами, с неплохими наемными варварскими войсками. Гаплиты Иллирии отличаются высоким показателем натиска. Бонус в натиске 30. Это очень-очень неплохие цифры, поэтому давайте смотреть, что тут будет происходить. По скилу игроков пару слов. Я уже говорил, что Хамилькар – это действующий победитель Кубка Наций. А Манго, я так понимаю, что это тоже достаточно старый игрок, который достаточно часто меняет ники. Ну, а здесь в бой идет активно, пытается навязать бой именно Иллириц. Так, бонус в натиске. Воины с Шателлами в доспехах. Бонус в натиске 28. Здесь бонус в натиске 30. Так, знатные Иллирийские Гаплиты убили 21 человек. Воины с Шателлами убили 10 человек. Встают в квадрат Иллирийские морячки, и в них чаржатся рабы-копейщики Куша. Здесь подходят наемные топоры. Смещается Иллирийский Гаплит в сторону воинов с Шателлами, обычных, небронированных. Иллирийская конница, чарж на защищенную конницу пустыни. Защищенная конница пустыни, она посильнее, конечно же, чем Иллирийская конница. И, конечно же, здесь нужно помогать Иллирийской коннице чем-нибудь хотя бы. Два отряда пехоты загибают фланг, заходят в тылы к Ордеям. Воины с Шателлами в доспехах. Их натиск перехватывают наемные топоры. Фронт пока не сыпется, и обхода по флангам пока нету. Но здесь царская гвардия Куша, элитная конница. Она здесь выходит на оперативный простор, можно так сказать, пытается, вернее. Прачники Ордея все это время стреляют. Фокус от врагов. Очень неплохой залпик от прачников по царской гвардии Куша. Сняли ей несколько поинтов здоровья, наверное, несколько поинтов брони. Иллирийские копейщики, щитоносцы здесь развлекаются на фланге. 50 килов сделали, поубивали кавалерию, поубивали здесь рабов-копейщиков. В тылах Тарантосы Иллирийские, у Куша в тылу. Ну вот здесь кучкуется опять Стоямба. Стоямба, а здесь знатные Иллирийские гоплиты. Порой ебали файт воинам с шателами в доспехах. Это же вот те отряды, которые я в начале боя смотрел, да, когда они чаржили друг друга. Ой-ой-ой, прям вот без шансов доспешные воины с шателами разуплотняют Иллирийских знатных гоплитов. Но здесь ничего удивительного нет. Как гоплиты, они, конечно, классные, они могут долго втамковывать, но... Воины с шателами в доспехах их условно, условно можно назвать какими-то там, не знаю, присягнувшими пустыне, условно, да. Очень хорошо отрабатывают здесь нубийские лучники. Просто накидывают и по Иллирийским морякам, и по Иллирийским гоплитам, и по знатным Иллирийским гоплитам. 32, 17, 32. И нужно понимать, что они не просто стреляют обыкуда, а фокусят определенные какие-то цели. И осознает угрозу, исходя еще от этих стрелков, здесь Иллириец, и бежит конница и прорывается. Но здесь конница получается, типа всему, натиск от воинов с шателами в доспехах. Пытается как-то этот натиск перехватить знатные Иллирийские гоплиты. Маневры кавалерии здесь продолжаются. Тарантосы вырываются на этих самых нубийских лучников, а что бы это ни стало, в суицидальной атаке бросается здесь тарантийская кавалерия, лишь бы убить этих лучников, убить вражеских стрелков. Но не особо эффективно это у них получается. Потому что конница, копейщик, здесь копейщик, это все дело как-то купирует, купирует. Хамилькарбарка не дает здесь кавалерии Иллирии добраться до своих стрелков. Но у Иллирии тоже 4 раба прачника, и они тоже активно принимают участие в бою, активно выбирают себе цели, и тоже не просто так стреляют куда попало. Я так понимаю, что ими манга управляет и выбирает себе мишень. Вот здесь стоит на самом деле воин с шотелами. Блин, у воина с шотелами броня 75, это ж пиздец какой-то. А у бронированного броня 95. Это ж пиздец, этот прачник должен полуигры стрелять в него, чтобы его убить. Да, ну, видим, что потихонечку здесь куш перемалывает. Перемалывает все-таки ардеев. Здесь сказывается превосходство в кавалерии, наличие отличной мечной пехоты. Которые, ну, когда твоя элитка спокойно, без шансов, в хламину выносит вражескую элитку, тебе играть особенно не надо. Просто райт-кликом выбираешь цели для своей элитки, она идет, всех убивает, и ты такой стоишь на чиле кайфуешь. Нубийские лучники отлично отыграли у кушек, они 56, 57, 53. Хорошие цифры. Один, правда, сдох где-то незаметно для нас. Но в целом цифры неплохие. Генерал отлично себя показал, еще фуловый. Воин с шотелами фуловый, 189 килов где-то умудрился сделать, и при этом понес какие-то чисто символические потери. Нельзя сказать, что у Манго были какие-то фатальные ошибки, какие-то фатальные провалы. Просто его пехота, его элитная. Знатные лирийские гаприты, да? Это же она, да? Или нет, или я что-то путаю. Ну да, вот они, знатные лирийские гаприты, блин. Самый элитный отряд, который у тебя есть, он просто без шансов. В отряде тяжелых бронированных воинов с шотелами оставалось 70 человек. Больше 70 человек, а отряд знатных лирийских гапритов уже не бежал с поля боя. Шансов вообще ноль. То есть эта фракция на порядок сильнее, а управлял этой фракцией действующий чемпион Кубка Наций. Так что, да, без шансовочка для эллирии. Всем большое спасибо, с вами был Гемелькар Барко. Скоро увидимся, всем покеда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!